Приветствую вас всех на канале Нотик! Итак, мы делали обзор на HP NV17, и ссылка находится в описании. Мы делали обзор на HP NV15, ссылка также находится в описании. И я часто встречался с комментариями, что вам необходим обзор еще и ноутбука HP NV13. Ну, пожалуйста, вот он, единственное, что это не простой HP NV13, а HP NV13 X360 на процессоре. AMD Ryzen. Понеслась. X360 название не случайно, так как мы имеем дело с трансформером, который можно использовать в четырех ипостасах. То есть обычный ноутбук, планшет, тент и консоль. Выбирайте, как вам удобнее пользоваться и пользуйтесь. Что касается корпуса, то он приятного цвета, на котором, правда, остаются следы от рук. Он довольно марки сам по себе, но не такой марки, конечно же, как у MSI Modern 14-15, но все-таки протирать его придется регулярно. И он сделан весь из алюминиевого сплава. На корпусе есть два USB-A порта со специальными заглушками, а-ля как у RJ45 в некоторых ноутбуках делаться непривычно, потому что, когда я работаю в тематии, иногда хотелось просто запихнуть USB-шку туда, а вот эту штуку нет. Ну, как это сказать? Ну, подойди, типа объясни мне. Как это назвать? Объясни мне. Вот как это? Что это такое? Какая штучка? Кстати, да, здесь всего один видеовыход, и этот видеовыход USB-C. Через этот же USB-C можно заряжать ноутбук. Говорит, корпус великоватый для 13-дюймового ноутбука, все-таки толщина 1,6 см, а вес 1,320 кг мы видели 14-дюймовый аппарат, который сильно меньше. Но не стоит забывать, что это трансформер, а значит шарнирный механизм, а значит он добавляет вес. Итак, клавиатура. У нас также странно расположены кнопки включения, как и на других HP Envy, о которых я говорил в самом начале. Есть еще отдельная кнопка для выключения камеры. Эта кнопка вызывает командный центр, но о нем позже. Что касается самих клавиш, то мне очень понравился их средний ход и щелчок. Мне было очень удобно работать за этой клавиатурой, набирать текст и так далее. Да, здесь есть особенности тех самых HP Envy, клавиатур современного толка, то есть угадайте, где принтскрин. Вот он, для того, чтобы сделать принтскрин, нужно задать Windows Fn принтскрин. Скан на печатку пальцев расположен нестандартно, про кнопку включения я уже говорил. В остальном клавиатуре нет никаких проблем. И мы плавно переходим к сенсорному дисплею. Как я уже много раз говорил, у нас 13,3-дюймовый дисплей. Он сенсорный, соответственно, он глянцевый. Это Full HD-матрица от компании Innalux. Как и в большинстве актуальных ноутбуков HP, с помощью профильных программ нельзя узнать, какая у него маркировка. Но можно зайти на официальную страницу этого ноутбука и посмотреть на сайте Hewlett Packard, что же здесь у нас есть. А у нас здесь есть 72% NTC, заявлено 100% sRGB и яркость здесь 400 нит. Яркость здесь, на самом деле, отличная. Вырвеглазная, но отличная. Потому что можно пользоваться в режиме планшета даже на улице, и это прекрасно. Экран мне понравился. Кстати говоря, в этот раз, в отличие от тех N18 и N15, о которых я уже говорил, здесь 8-битная матрица. Почему вы здесь поставили 8-битную, а там не поставили 8-битную, я не знаю. Если вдруг среди нас есть сотрудники HP, напишите, пожалуйста. Мне было бы интересно узнать, все вам было бы интересно узнать. Над экраном находится камера, и я сделал ее тест. Тест встроенной камеры микрофонов. Я сложил его в планшетный режим и хожу с ним. Собственно говоря, вот так это выглядит, просто держать его как планшет. Если вы хотите развернуть его как ноутбук, то это будет выглядеть вот так вот. Мне, в принципе, нравится качество картинки, а качество микрофонов, то, насколько они громкие, можете судить сами. Вот так это все выглядит. Звуклайп-сема настроена по специалистам Бенга Новосон. Звук так себе, на самом деле. Громкостей мне не хватало, но если просто посмотреть ролик на YouTube, или какую-нибудь конференц-связь устроить, или просто кем-то пообщаться по Skype, то, в принципе, окей. А теперь давайте поговорим о том, что установлено внутри лэптопа. Итак, у нас установлен процессор AMD Ryzen 5 4500U. 6 ядер, 6 потоков с базовой частотой 2,3 ГГц. 8 ГБ оперативной памяти. У нас распанено на материнской плате в двухканальном режиме, само собой. Из этой оперативной памяти выделяется 512 МБ под видеопамять. И, кстати говоря, частота встроенного ядра 1500 МГц, если кому-то вдруг это интересно. Установлен накопитель на 512 ГБ. Это SSD-шник от Western Digital. Его скорость можете посмотреть на экране в программе CrystalDiskMark. Операционная система Windows 10 Home гарантия от производителя 1 год. И давайте посмотрим на бенчмарки. В принципе, здесь производительность хорошая, когда для 13,3-дюймового ноутбука. Само собой на этом процессоре пока что в лидерах. Из того, что мы обозревали это MSI Modern 14. Ссылка находится в описании. Это, наверное, самый производительный 4500U из тех, что я видел в ноутбуках. Здесь он, конечно, отстает по некоторым параметрам довольно существенно. Но в целом для, опять же, тренажки это очень и очень и очень хорошая производительность. На уровне великолепно настроенных Intel Core i5 низковольтных. Или на уровне обычных 10300H, 40-кваттные процессоры. Которые устанавливаются в игровых ноутбуках и так далее. И мы давайте посмотрим тогда на то, как он себя ведет при стресс-тестировании. Я понимаю, что это бессмысленно, бесполезно делать на 13-дюймовом трансформере. Зачем это вообще нужно делать? Но я сделал, потому что мог. Но перед этим хочу сказать, что здесь так же, как и в HP Envy 15, например, есть командный центр, в котором можно выставить пресет производительности. Есть оптимальный, есть максимальный. Я вам покажу все тесты в двух этих режимах. Начнем мы с программы Corona 1.3. Итак, на максимальном пресете у нас получается время 5 минут и 4 секунды. И ноутбук прошел ее со средней частотой 3,6 ГГц. На обычном режиме у нас получается 5 минут 51 секунда. И получается средняя частота 2,8 ГГц. Далее мы включаем программу AIDA64 и смотрим. Максимальный режим у нас получается в среднем 3,5 ГГц, но при этом температура в районе 95 градусов в среднем на процессоре. На оптимальном у нас получается 2,7-2,8 ГГц. Где-то так колеблется средняя частота. Но и температура в районе 71 градусов всего. Далее мы задействуем встроенный видеографик. Опять же на максимальный получается 2,8 ГГц у нас средняя частота. До 90 градусов в среднем все это греется. Графика не держит своих номинальных частот. Где-то до 950 МГц она падает. На оптимальном режиме у нас получается 2,2 ГГц. Температура 69-70 градусов. И 750 МГц получается частота видеокарты. Вот такая вот ситуация. Что касается реальных игр, то я сделал футаж только одной игры. Это та, в которой я сейчас играю, в которой я сейчас прохожу. Она называется Middle Earth Shadow of War. И я сделаю в нескольких режимах, правда. Первое, это очень низкие настройки графики и Full HD разрешения. Кстати, сразу стоит сказать то, что этой игре в принципе для нормальной работы необходимо полтора гигабайта видеопамяти. У нас только нет. И там в принципе в районе 25 кадров в среднем получается. Играть на самом деле в эту игру можно. Потому что здесь самое главное, чтобы не было импутлага и вовремя наживать кнопочки. Как в Бэтмене. Если поставить разрешение 1600 на 900, то вырастает примерно на 10 градусов. Средний уровень FPS в районе 35 у вас становится. И даже в замесах он ниже 30 и редко проседает. Но игру опять же это пройти можно, как я уже говорил. Есть только одно но. Когда вы переставляете с Full HD разрешение 1600 на 900, почему-то на этом ноутбуке сразу падает частота. С вот там почти 3 ГГц, который был при Full HD, до 1,4 ГГц. И выше уже не растет. Но при этом и температура у нас получается нормальная. 65 градусов на процессоре это немного. И даже в таком режиме все равно в игру можно играть. Несмотря ни на что. Но на моем ноутбуке, например, в котором установлены, правда, 4700U, такой проблемы с частотой нету. И у меня получается в районе 42-43 FPS в разрешении 1600 на 900 и при очень низких настройках графики. И мы дальше, ладно, переходим к времени автономной работы. Здесь установлен не особо емкий аккумулятор на 51 Вт часа. Но этот аккумулятор смог меня удивить. Об этом сейчас чуть попозже. Как я тестировал ноутбук? Я поставил 70% яркость дисплея. В принципе, можно и при 60% нормально пользоваться. Но я поставил 70% для того, чтобы все было честнее. Браузер Chrome, запущенное Full HD видео на YouTube с темной темой. И мы отмеряем 3 часа. По прошествии 3 часов у меня осталось 64% заряда. То есть в районе 9 часов вы сможете в таком режиме попользоваться ноутбуком. Если вы будете работать просто как я, то есть у вас будет открыт браузер, например, с 10 вкладками, вы будете писать какой-то текст, то тогда время автономной работы увеличивается еще где-то примерно до 10-11 часов. И для аккумулятора емкость от 1 Вт часа это очень-очень хороший результат. Приятно удивило время автономной работы. Прям очень-очень-очень приятно. При этом график мы видим ровный, все в порядке. Все как оно должно работать, оно так и работает. И да, я тестировал автономность ноутбука при HP-шном пресете, тоже сбалансированной, который идет. Я не стал экспериментировать с тихими и так далее. В прошлый раз ничего хорошего из этого вышло. При оптимальном все нормально, все сработало великолепно, время автономной работы. И давайте постепенно перейдем к выводам. Итак, что же у этого ноутбука получилось? Если честно и субъективно, то получилось у него в принципе все. У него хороший дисплей, у него хороший корпус, хотя, конечно, марки. Да, этот ноутбук довольно горячий при стресс-тестировании, но никто не будет запускать здесь что-то трудоемкое, он для этого не приспособен. Можно кое во что поиграть, причем мне нравилось играть за ним в консольном режиме, с геймпадом вообще отлично. Я прям даже бы 15,6-дюймовую версию посмотрел, там экран побольше, еще удобнее играть. Мне понравилась клавиатура. Да, подсветка не горит постоянно, но 30 секунд в принципе достаточно для моей работы, чтобы не испытывать за это дискомфорт. Время автономной работы, учитывая невысокую емкость аккумулятора, ну, отличная. Экран отличный. Опять же, 8-битный цвет, а не 6-битный, как и у старших товарищей. И единственный, как бы, минус, который я вижу в этом ноутбуке, это цена. Потому что на момент записи обзора он стоит 72 тысячи рублей. С одной стороны, это очень дорого, с другой стороны, я пока еще не сталкивался с трансформером, по крайней мере, 13,3-дюймовым трансформером, который был бы лучше. Но покупать вам его или нет, само собой, вы решаете сами. Большое спасибо за просмотр и до свидания. Продолжение следует...